Всем доброе утро, мои хорошие! Я вот собираюсь к дочке сейчас, одела вот этот костюмчик. Не знаю, написали мне тогда, что коричневый больше понравился. Коричневый я уже одевала. Ну, тоже неплохо, но он как-то более скромно выглядит. А я люблю такие яркие цвета, разноцветные, мне нравится. Ну, вот такой попугайчик я. Почитала ваши комментарии. Спасибо вам, девочки, тем, кто меня поддерживает, особенно по поводу русского языка. Хорошо, что вы меня понимаете. В общем, я буду говорить так, как я привыкла. Всё. На улицу я выглянула, сейчас у нас солнышко. Вообще, плюсовая температура. Я даже посмотрела на ближайшие 10 дней. Днём плюс. А ночью там может быть плюс 1, 0. Ну, в общем, такая температура у нас. Поэтому я решила пока не спешить покупать пальто. Тем более, сейчас уже распродаётся всё. Уже новых завозов нету. И, в общем, выбирайте среди остатков. Не хочется. Я думаю, уже скоро будет тепло. Уже перелезу я в куртку такую весеннюю. Но даже если и будут немножечко морозы, они у нас будут совсем чуть-чуть. А когда уже будет такая плюсовая, больше так 10 градусов, вообще и шапку снять надо без шапки ходить. Так что это нравится мне прям вот этот костюмчик. Хорошенький такой. В общем, я одеваюсь, собираюсь и погнала к дочке. Не знаю я, что там, буду я снимать или не буду. В последнее время я у неё что-то вообще перестала что-то снимать. Но если что-то будет интересное, сниму. Оп, всё, красота. Побежала. Привет всем. Вон она, киска там у нас тут. Да, я киска. Да, она вот над головой. Подожди, я так сниму, как будто она у тебя на голове. О, блин, как здорово. Вот, смотрите, малая, вот так. Издевается надо уже. Скажи, моя девочка. Чешется нос. У меня вот одна ноздря чешется. Я её чешу вот так. Я тоже. Лайфхак. Да. Ну чё, скажи что-нибудь. Всем привет, девчоночки. Смотри, мило, мило, пошла. По клавиатуре. Мы не снимаем рабочий стол хаотичный. Ладно, это рабочее место. Какая я красивая у тебя на камере. Слушай, а я вот одела вот закулачки, потому что когда голова чистая, волосы прям в лицо. Смотри, вот ещё вот лайфхак, чтобы лица были более интересные, надо чутко вот так снимать, да? И сразу опа. У меня рука так не выключилась. Вот так, смотри. Вот так. Ещё всю квартиру видно сзади. Ну, я в руках держу, мне неудобно. И стою, не поймешь как. Ну, спрашивай. Как дела, дорогая? У меня всё хорошо, как всегда. Ты куда сейчас собираешься? Сегодня у меня уход за волосами, окрашивание. Куда, куда ты сегодня идёшь? А это секрет. Смотрите в моём влоге. Да, в её влоге смотрите, куда она сегодня пойдёт. И я не скажу. У меня вообще очень насыщенные дни и насыщенные влоги последнее время. Каждый день я куда-то иду. В отличие от меня. В отличие от тебя. Ты не ходун, никуда. Тебя никуда не вытащатся. Не, меня можно вытащить, но... Куда? Нету времени. В Ашан. Куда ты не любишь ходить. Ненавижу. Я просто не... Ты что, Ашан? Я не люблю за продуктами ходить. Ну, в помеге бы надо бы как-нибудь пройтись. В помеге надо, да. Но я сегодня не в Мегу. Я сегодня здесь дома с Дэнни. О, мило просится, мило просится. Что это такое дело, мило? Все. Кто у нас там? Кто-то просится, чтобы их сняли. Скажи, что меня не снимаете? Я тоже хочу сниматься. Ну, что, мамулечка ушла. Денечка у нас гречку кушает, да? Гречка с мясом у нас. А чем бабуля занимается? Бабуля поставила в духовку куриные ножки. И картошечку решила сварить. В общем, больше делать ничего не буду. На улице дождик прошел. Солнышко вылезло. Классная погодка. И тепло у нас там сегодня. Ну вот, мой обед готов. Сажусь покушать. Сейчас покушаю и будем что-нибудь дальше придумывать. Я лежу, легла смотреть дочкин влог. Вот эта вот Милка тоже прилегла тут на меня. Тоже смотрит. Хотя я хотела на руки взять ее, она что-то убегала. А тут пришла сама, легла прям на меня. Вот любит, когда ее не просят, сама тут улечься, да? И лежать. И вот лежит она вместе со мной, смотрит. Что это за милая кошечка такая? Миленькая такая. Да, моя что я, Миленькая. Я лежу с Милкой, смотрю ютуб, тут ролики всякие. Деня там по-своему булочку венскую жует. Смотрит там то, что ему нравится. Ну вот так вот отдыхаем. Деньку искупала, покормила, сама поела. Все, валяемся, ничего не делаем. А Милка так и ждала, пока я тут лягу, и сразу на меня залезла и сразу забегла. Вот хитрая кошка, а? Зайчик, пора спать идти. Пять минут? Нет. Пять минут уже прошло. Ну что? Так не честно-то. Что не честно? Я тебе сказала, пять минут и пойдем. Так не честно-то, бабушка. Честно, пять минут прошло. Пойдем, полежишь со мной. Мы там с Милочкой лежим, смотрим телевизор. Пойдем, полежим вместе. Посмотрим немножко, а потом будем спать. Хорошо? Ну, выключай давай, выключай телек. Пойдем. Дени, пойдем. Пойдем? Так не честно, бабушка. Почему не честно? Я же сказала, пять минут еще смотришь, и потом выключаешь телевизор. Пойдем туда, ко мне. Пять минут прошло. Ну, пойдем. Так не честно-то, бабушка. Тебе надо еще пять минут? Да? Тогда честно будет, Эй? Да. Да, я стану здесь. Так не честно-то, бабушка. Ну, все, давай, пять минут еще и пойдем. Хорошо? Вот, Милочка, молодец, малышка. Да? Она тут уже ждет. Скажи, я вас жду, когда вы тут придете, чтобы вместе с вами уже прилечь тут. Да? Уже я лежу, скажи, давно тут жду, не дождусь. Маленькая киська. Хорошая девочка, да? Хорошая. Скажи, мамочки нету, я за ней скучаю. Ну, хоть бабушка есть с радостью. А бабушку кусать не надо. Все. Поцелуй, поцелуй. Нет, не кусай, а поцелуй. Вот, поцелуй. Целуй. Не кусай, а целуй, говорю. Надо целовать. Целуй. Милка, а ты смотри, какая хитрая коша. Давай пять. 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 Вот так. Нет, пять. Давай, пять. Пять. Давай. Поиграться хочется. Это что это, хвостик? Хорошо. Кто есть в тиктоке? Поаплодируй. Балавнушка. Балавнушка. Коша-балавнушка. Вон она, вон она побежала. А, бессовестная. Где ты есть? Спряталась? Как только я Денечку спать уложила, и вот это давай горцевать, красавица наша Миланя. Иди сюда. Милка. Не дает она мне, девочки, спать никак. Не хочет. Вот она. Вот она. А, давайте переноситься. Иди сюда. Иди сюда, мышь рыжая. Милка. Иди сюда. Сюда, иди сюда. Иди. Спала целый день. И теперь разыгралась. Скучная и без мамки. Мявкает. Не дает мне спать. Бессовестная. Бессовестная кошка. Что ты смотришь на меня? Не стыдно тебе? Как стук. Вот теперь. И, как, саду. А, тут. И выезд. Бакова. Всем киде, ты, я. Кому. Не, ну, как, лапочки. И, а, лайк. Доброе утро, девочки мои. Я сижу, пью кофе. Доча тоже и кофе пьет, по телефону болтает. Пошла умываться или что-то делать. А Дэни он тоже уже позавтракал, кашку манную поел. Я ему сварила. Смотрю, он взял коробку с лего. И распаковывает как будто посылку. Вроде как видео снимает. Всем привет, девочки, говорит. Распаковываем коробку, он говорит, или посылку. Что-то такое. Я взяла камеру, хочу снять. И надо снимать так, чтобы он мне не был. Тогда он будет рассказывать там свое все. Когда видит, что я его снимаю, ну он тогда уже либо замолкает, либо смущается, короче, парень. Надо вот из-под пешка как-то так вот подловить, его снять. Ну так забавно это вообще. Блогер такой растет. Всем добрый вечер, девочки мои. Я только что приехала домой, только что разделась, выдохнула. Все-таки, знаете, в гостях хорошо, а дома лучше. Дома прям хорошо. Я у дочки все время хожу ненакрашенная. Губы даже не крашу. Она бывает меня иногда снимает. Я думаю, ладно уже, какая есть. Ну, потому что, вот знаете, когда не собираешься ничего снимать, ну, ходишь дома какой есть, да, там, взъярушенный, взлохмаченный, там, ненакрашенными губами. Ну, а что делать? Жизнь есть жизнь. Не всегда же мы ходим прям такие вот расфуфыленные, правильно? Это если куда-то собираемся, и все. Что я вам хотела сказать? Я на этот раз, когда ехала к дочке, думаю, ну, все-таки попробую поснимать что-нибудь. Вот, ну, хоть что-нибудь. Я все-таки два дня вот находилась там, да, ну, пыталась что-нибудь там какие-нибудь урвать. Ну, я вам сразу скажу, конечно, мне было неудобно, потому что, естественно, никакого там освещения не ставишь, камеру не ставишь, не готовишься, потому что Дэня уже как под настроение начинает что-то рассказывать. И хочется в этот момент уже хватаю телефон и что-нибудь пытаюсь там, и то стараясь, чтобы он не заметил, потому что, если он уже заметил, что его снимают, ну, все рушится, все ломается. Самое интересное, они попадают в кадр. А очень хотелось заснять, как он там, ну, воображаемо вроде бы как ведет съемку. Взял коробку, и вот он пытается вроде как бы распаковывать коробку и говорит, здравствуйте, девочки мои, или что-то там, всем привет. Вот я распаковываю посылочку, а тут вот такая вещь, как-то даже дочка мне обратила внимание, так тихонечко говорит, посмотри. А он там раскладывает какие-то вещи, сам сидит там в спальне вообще, вещи раскладывает и поворачивает вещи и так, и сяк, и, в общем, там, короче говоря, ну, знаете, просто забавно смотреть. Ну, понятное дело, что он маму копирует, он видит, как мама снимает, ведет эти съемки, но очень смешно, очень забавно. Вот, и, в общем, речи там такие толкают, что будь здоров, зря там говорили, что ребенок там разговаривать не умеет. Очень хорошо разговаривает, прекрасно, и у него такие прямо, знаете, предложения, интересные вещи рассказывают. Все хочется подловить, но пока что не удается такого особо интересного панчо подловить, ну, может быть, как-нибудь удастся, ну, увидите еще. Еще все впереди, самое интересное, еще все будет впереди. Вот, ну, а что я вам хочу сказать, какие достижения у нас. Вот вы видели, я курочку приготовила в духовке, да, и пюре сварила. Ну, пюре Деня кушает с удовольствием, а мясо, вот, чтобы кусочками брать, жевать, он отказывался всегда. Но тут ему дали курочку, ну, она такая мягкая, приготовилась хорошо, без кожи, кусочек курочки дали, дочка дала, и он прям поел. Все, уже, значит, дело движется, уже кусочки мяса берет и ест. Так он брал только мясо, если его так обмануть немножко, вот уже такое растертое мясо, там, в пюре или в гречку добавить, смешать, чтобы он не видел, что там есть мясо. Или вообще, чтобы не видел, что в рот ему мясо сует. Ну, в общем, короче говоря, вот это вот уже хорошо, это уже сдвиг такой есть. Колбасу есть, дочка говорит, есть. Ну, я сегодня, правда, дала ему бутерброд, хлеб с маслом, сыром, он и ел давно. Я говорю, колбасу будешь? Да. Кружочек колбаски обезжиренной дала ему докторской, поел. Ну, молодец. Растет, растет. Вообще, очень много детей, конечно, но вы, кто с этим столкнулся, знаете, очень много детей, очень привередливые к еде, есть такие, что перебирают, и это не едят, то не едят. Ну, вот, например, Дэнни не любит вот огурцы, помидоры, хотя я ему предлагаю. Нет. Ну, тоже, видно, еще вот как-то не созрел. Ну, созреет, будет есть потом, ладно. Самое главное, что он ест фрукты, он с удовольствием по нескольку яблок в день съедает, то и дело вот это есть. Уже ведрами покупает дочка яблоки. Яблоки, бананы, разные другие фрукты. В общем, фрукты ест. Ну, овощи, значит, еще пока не дорос будет есть, ничего страшного. Сегодня мы занимались с ним пластилином. Ну, тоже вот пока я с ним занимаюсь, пока я с ним занята, дочки не было дома, она там ездила по своим там делам. Когда я с ним занимаюсь, когда я занята, я не могу в этот момент снимать. Вот если я начинаю снимать, все, уже, уже, хоп, уже нечего снимать, все сломалось. Это надо, чтобы кто-то, вот, пока он не видит, чтобы кто-то со стороны поснимал. Ну, всему свое время, значит, время не время вам. Увидеть это, значит, как-нибудь это увидите в другой раз. Вот, ну, все, девочки, завтра я буду отдыхать. Два дня я была у дочки. Вот ничего вроде не делаешь, но в то же время, я не знаю, то ли вот от этой какой-то суеты, вот, ребенок то бегает, то играется, то балуется, внимание на себя берет, кошка тоже на себя внимание берет. И все время находишься в каком-то напряге. Для меня это уже, конечно, напряг. Когда я была молодая, у меня были дети, в общем, я со всем справлялась, я была энергичная, шустрая, и все. И говорила, кстати, говоря, быстрее, чем сейчас. А то мне в комментариях там кто-то написал, вот вы там еле говорите, еле слова произносите, как будто вас заставляют кто-то блогерством заниматься. Девочки, я стала вообще, в принципе, уже говорить медленнее, я сама это замечаю, когда монтирую видео. Но уже с этим ничего не поделаешь. Значит, ставьте чуть-чуть на обыстрюночку, чуть-чуть, если вам кажется, что я медленно говорю. Ну, вот так вот стала говорить уже, да. Я стала более как-то медленнее, медленнее все у меня. Медленнее говорю, медленнее двигаюсь, все стало медленнее. Ну, ничего не поделаешь. Вот уже я такая. Возраст, значит, уже, наверное. Ну, я стараюсь ко всему к этому подходить с юмором. А что еще делать остается, девочки? Ну, что, сесть в уголочек и слезы лить, что ли, от этого? Ну, что еще остается делать? Ну, только смеяться и все. Вот, в общем, короче говоря, завтра я отдыхаю. Я всегда, когда от дочки приезжаю, следующий день для меня это день отдыха. Все, мне надо просто прийти в себя, чтобы мозги на место стали, физически отдохнуть и все. Вот, и завтра я снимать ничего не планирую. Но завтра я планирую вот это видео смонтировать. Сегодня уже поздно, уже надо ложиться, в общем-то, и спать. Это видео сейчас я закончу и закину его в работку. А завтра утром встану уже, чтобы его смонтировать. И оно уже опять у меня с завешкой получается. Ну, хотя бы вечером, чтобы оно вышло, и чтобы вы его увидели. В общем, каким это видео у меня получилось, снимало, снимало, как получится, не знаю, неудобно. То так камеру возьмешь, то так, то так. В общем, не знаю, что там, я там уже ненужное повырезаю, что-нибудь пооставляю, что-нибудь, надеюсь, будет хоть вам что-то показать. Я надеюсь, в этом видео хоть что-то вам удастся посмотреть. Вот, ну, а следующее видео, что я буду снимать, я еще не знаю. Завтра будет день, будет пища, и для размышлений в том числе. Вот, ну, а на сегодняшний день я с вами прощаюсь, девочки. Кому видео понравилось, как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok